МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Катархей. От греческого ниже древнейшего. Это геологический он, интервал геологического времени, предшествовавший архею. Начался с образования Земли около 4,6 миллиарда лет назад. Верхняя граница проводится по времени 4 миллиардов лет. Таким образом, этот ион охватывает первые 600 миллионов лет истории Земли. В современной геохронологической шкале он не разделен на эры и периоды. В популярной литературе распространено представление бурной вулканической и гидротермальной деятельности на поверхности Земли, которая не соответствует действительности. Никаких вулканов, извергающих на поверхность молодой Земли потоки лавы, фонтанов, газов и паров воды в те времена не было, как и не существовало ни гидросферы, ни плотной атмосферы. Земля, сразу после своего образования, была сравнительно холодным космическим телом. Температура в ее недрах нигде не превышала температуру плавления вещества. Она имела достаточно однородный состав. Не существовало ни ядра, ни земной коры. Рельеф напоминал усеянную кратерами поверхность Луны, однако был сглажен из-за сильных и практически непрерывных приливных землетрясений и сложен только монотонным темно-серым первичным веществом, покрытым сверху толстым слоем реголита. Сутки в начале катархея длили 6 часов и приблизительно равнялись периоду обращения Луны, однако последний очень быстро возрастал. Луна находилась на расстоянии около 17 тысяч километров от Земли, но расстояние между Землей и Луной быстро увеличивалось, со скоростью около 10 километров в год. К концу катархея скорость удаления Луны от Земли снизилась до 4 сантиметров в год, а расстояние между ними в это время составляло около 150 тысяч километров. В материале, из которого образовалась Земля, могло быть значительное количество воды. В процессе формирования планеты, когда она была менее массивной, молекулы воды преодолевали земную гравитацию с большей легкостью. Водород и гелий, как полагают, постоянно улетучиваются и по сей день из-за рассеивания атмосферы. В течение двух тысяч лет испарившиеся горные породы конденсировались, в результате чего оставались горячие летучие вещества, которые, вероятно, образовали тяжелую углекислую атмосферу с водородом и водяным паром. Жидкая вода океанов существовала несмотря на поверхностную температуру около 230 градусов по Цельсию из-за давления тяжелой атмосферы, состоящей из углекислого газа. Действие тектоники литосферных плит и океанов поглотило большое количество углекислого газа, устранило тем самым парниковый эффект и привело к гораздо более прохладной температуре поверхности, а также формированию горных твердых пород и, возможно, даже жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова